здравствуйте друзья вы на канале чайный инспект сегодня мы сделаем обзор на новинку от китайской компании мифа эта колонка на 30 ватт которая хорошо продается через алиэкспресс за пределами китая в том числе в россии украине и в казахстане у меня в руках модель мифа а8 так что готовы поехали давайте для начала посмотрим что идет в комплекте открываем коробку сама колонка находится в целлофановом чехле вы видите мы ее уже вскрывали порвали чехол можем у сюда точный вес и размер скажу позже но отмечу что колонка большая не сильно тяжелая ничего не движет с виду выполнена очень качественно дальше у нас есть вставка что в ней два кабеля один кабель micro usb и 2 кабель аукс дальше инструкция на двух языках английском и китайском и шнурок в общем то это и все по характеристикам у нас следующие результаты размер колонки 210 высоту и диаметр 90 миллиметров у меня в руках колонка черного цвета но вы можете выбрать из пяти вариантов зависимости от ваших предпочтений или интерьера серый красный черный армейский зеленый или камуфляжные цвета а 8 оснащена двумя внутренними динамиками по 15 ватт диаметром 60 миллиметров по краям две дополнительные мембраны пассивных излучателей диаметром по 65 миллиметров они здесь используются для усиления низких частот заметьте что в некоторых магазинах алиэкспресс характеристиках указана частота от 20 герц до 20 кило герц в инструкции от производителя написано от 55 герц до 18 килогерц тут же сказано что есть поддержка блютус 50 на некоторых сайтах характеристики другие будьте внимательны почти вся поверхность покрыта защитной сеткой кроме мембран по краям на корпусе целых три логотипа не смогли производители отказать себе в самолюбовании два логотипа на мембранах и один на сетке для управления колонка используется небольшая панель здесь есть пара кнопок для настройки громкости кнопка включения и 1 для переключения функции здесь же верхней части есть кольцо для шнурка который идет в комплекте кольцо к сожалению выполнена из пластика если на него слегка надавливать то она сгибается и когда-нибудь точно отломается если пользоваться кольцом не аккуратно чуть ниже индикатор подключения он моргает синим при поиске устройства или постоянно горит если колонка подключена допустим к телефону ниже еще один ряд светодиодов уже белого цвета это индикатор питания из коробки колонка приходит за заряженные на 3 деления из 4 это примерно процентов 60-80 внутри установлен аккумулятор на 3000 милиампер часов полностью колонка заряжается чуть более чем за три часа через шнур идущий в комплекте дальше идет заглушка выполненная из плотной резины для того чтобы ее вытащить есть плястик но он очень маленький когда я все-таки умудрился за него схватиться потянул то мне показалось что он может оторваться так что первые разы нужно вытаскивать заглушку только с использованием каких-нибудь дополнительных инструментов или тянуть очень аккуратно под заглушкой располагаются вход для аукс гнездо для карты sd максимальным объемом до 32 гигабайт и гнездо для подключения кабеля micro usb колонка поддерживает функцию твс так что вы легко можете сделать стереосистему если приобретете вторую колонку настройка стереозвука происходит элементарно зажимаете одновременно две кнопки плюс и минус на одной из них и вторая подключается по bluetooth автоматически проигрывание музыки с sd карты вы можете управлять с помощью кнопок на панели громкость больше меньше это плюс и минус соответственно с помощью их вы также можете перейти к предыдущей и следующей песням при долгом нажатии пауза проигрывания это нажатие на кнопку питания также вы можете ответить на звонки если колонка подключена к телефону короткое нажатие на кнопку меню это принять звонок или долгое для отмены кстати микрофон встроенный в колонку достаточно чувствительны чтобы ваш собеседник слышал вас даже если вы находитесь нескольких метров от колонки с ее же помощью вы переходите по режимам если колонку постоянно используют несколько устройств то с помощью одновременного нажатия на кнопки меню и питание в режиме bluetooth вы отмените сопряжение с последним устройством и колонка перейдет в режим поиска удобная функция которая встречается не на всех похожих девайсах при подключении колонка воспроизводит ненавязчивые звуки хорошо что производители решили не сопровождать действия голосовой озвучкой как это иногда встречается в дешевых девайсах что касается влагозащиты то воду ее погружать не стоит но небольшой дождь ей не опасен так что при желании с ней смело можно отправляться на природу очевидно что основная функция подобных девайсов это воспроизводить музыку и желательно хорошего качества так с высокими и средними частотами колонка справляется хорошо при максимальной громкости все что выше 500 герц звучит достаточно громко а вот с низкими частотами тут проблема как я уже сказал частота воспроизведения начинается с 50 55 герц тестовый трек показал что у колонки не достаточно мощности чтобы воспроизводить частоты ниже 55 чувствуется что пассивные динамики вибрируют но звук я не слышал до пределов 100 герц опять же производитель хитрит когда говорит что тут 30 ватт два динамика по 15 ватт не выдадут суммарно звучание на 30 поэтому звучание колонки приемлемо для закрытых помещений на природе громкости будет не хватать впечатление от колонки остались двояки минусом однозначно я отнесу слабые басы что является действительно недостатком потому как ограничивает функционал колонки басов тут попросту нет можно также поставить минус за очень твердую резиновую заглушку но в общем то это и все дальше идут положительные стороны цена однозначный плюс за такую цену вы вряд ли найдете что-то более качественное по звучанию колонка выполнена в пяти вариациях цвета так что можно подобрать под свой интерьер также мне понравились материалы исполнения колонка приятно лежит в руке и не очень увесистая дизайн выполнен в спокойных тонах нет навязчивых светодиодов и нет китайского голосового помощника все команды дублируются звуковыми сигналами а мне голосом ну и последнее это очень хорошая автономность так что эту колонку смело можно брать если вы не являетесь фанатом басов а на этом у нас все подписывайтесь на каналы во вконтакте в telegram и youtube не забывайте жать колокольчик и подписку пока а